На первый взгляд можно подумать, что это горох, но это соя. Великий и ужасный боб, из которого чего только не производят. Сыр, например, тофу или молоко. Или соус соевый. О нём сегодня и речь. Здравствуйте, дорогие друзья. И примечайте, если при словосочетании соевые добавки мы не выказываем никаких восторгов, скорее наоборот, с соевым соусом всё прекрасно. А осталось лишь в нём чуть подробнее разобраться. Начнём, конечно же, с производства. Приготовление соевого соуса занимает весьма длительное время. Тут даже аналогия с вином весьма кстати. Специально заготовленную сою выдерживают от нескольких месяцев до 2-3 лет, что позволяет классифицировать соевые соусы по степени выдержки. Для приготовления соуса сою выпаривают на пару, добавляют обжаренную муку, пшеничных зёрен и ставят для брожения под гнёт. Собственно, сам процесс брожения начинается после добавления в подготовленный продукт соли и называется ферментацией. Приготовленный таким образом соевый соус содержит в себе очень много витаминов, аминокислот и, обладая при этом антисептическими свойствами, способен храниться длительное время. Таким образом, вроде бы полагается сделать вывод, полезен, а особенно, как это у многих сейчас происходит, в ежедневном рационе замечательная замена соли. Плюс блюдо с добавлением соевого соуса приобретают и такие восточный колорит. Подождите, подождите, давайте разбираться дальше. Надо ли говорить, что в пользу организму идёт лишь правильный соевый соус, да и то в меру, обманчивая это дело, одни солёности заменять на другие. Как не ошибиться при выборе соевого соуса? Как всегда смотреть на этикетку и читать. В настоящем качественном соусе не должно быть искусственных красителей и ароматизаторов, а среди ингредиентов должны быть только натуральные продукты. В составе соевого соуса не должно быть арахиса, потому что в противном случае это будет не соевый, а арахисовый соус. В состав натурального соевого соуса входят соевые бобы, пшеница, соль, сахар, уксус и, возможно, натуральные специи. Приобретая соевый соус, также стоит обращать внимание на содержание белка. 6-8% это нормально. И на метод производства естественное брожение. Вот главное условие. Если же информации об этом на этикетке отсутствует, значит, производителю нечем похвалиться. И соус приготовлен либо путем разведения соевого концентрата, либо путем кислотного гидролиза. Можно я не буду рассказывать, что это такое, уж слишком неаппетитно. А вот об аппетитном, напротив, рассказывать буду и с удовольствием. Блюдо наше практически готово. Присмотритесь к рецепту, он вас обязательно порадует. Причем внесезонно. Курица с овощами в соевом соусе. Нарезать куриное филе на продольные полоски. Выложить в чашку, залить соевым соусом, присыпать прованскими травами, черным и красным молотым перцем, добавить чуть оливкового масла и чайную ложечку майонеза или сметаны или йогурта. Хорошенько перемешать, оставить минимум на полчаса. Тем временем обжарить овощи. Лук, морковь, сельдерей и сладкий перец потушить. Пока они тушатся, на отдельной сковороде обжарить куриное филе. Довести до готовности, прибавить овощи. Блюдо готово. И, пожалуй, последнее о том, что касается выбора соевого соуса, это цена. И это грабли, на которые мы наступаем и будем наступать еще неоднократно. Ведь можно тысячи раз сказать, что настоящий качественный соевый соус не может быть дешевым, а мы пойдем в магазин и все равно купим тот, что подешевле. Это жаль и это жизнь. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!